всем доброго дня сегодня приготовим вкусные вяленые груши это прекрасное лакомство для зимы вместо конфет надо взять твердые груши или просто недоспелые спелые груши мягкие тем более битые не подойдут я груши помыла обсушила чистим удобным для вас способом а теперь внимание девочки это последнее видео мое на ю тубе канал переходит на площадку яндекс дзен и рутуб ну на том простом основании что монетизация на ю тубе отключена прошу отнестись с пониманием данной информации ссылочка будет внизу в описании удаляем серединку при помощи приспособления или можно просто при помощи ножа немножко решила уточнить но ю тубе будут выходить короткие видео формате анонс ну то есть коротенькое видео ссылочка переходите туда-то смотрите то-то груши у меня не маленькие буду разрезать на четыре части и потом еще получится на 8 долек отправляем в электро духовку на среднюю полочку температура примерно 110 120 градусов сколько часов будут груши в духовке потом уточню дверку периодически открываем чтобы выходила из духовки влага так груши были в духовке три часа через полтора часа я их переворачивала они уже остыли но такие вот прям немножко сыренькие да значит думаю что не стоит резать на 8 частей прям вот некоторые совсем такие тоненькие тоненькие первую часть я резала на 6 частей эти вот как бы потолще по солиднее значит эти у меня в духовке были четыре часа эти повторюсь еще раз три часа день у нас сегодня солнечный немножко ветреней ветреный накрою сейчас тюлью и прям вот на этом противне вынесу на улицу пускай немножко обсохнут так груши на солнышке подсохли подвялились прямо уже готовы к применению посыпаю сахарной пудрой и отправляю их в баночке вы знаете это не просто вот лакомство хорошее это здоровое питание особенно это подойдет вот у кого есть маленькие детки и вот если мама следит за здоровым питанием не дает детям конфет как некоторые с утра до вечера на них конфетах сидят вот это вот очень хорошая альтернатива значит как вы видели сахар здесь в минимальном количестве только сахарная пудра никакой кислоты лимонной как некоторые я здесь не применяла потому что в этих грушах есть и кислота и сахар всего там достаточно хранятся такие груши хорошо в баночке и в холодильник немножко груши какие-то темноватые у меня здесь на самом деле они красивые аппетитные просто у меня здесь освещение плохое перегорела лампа и вот я с одной комнаты иду в другую вы видите другой фон но груши от этого хуже не стали очень вкусные и полезные так что всем приятного аппетита до новых встреч на яндекс дзене и рутубе до свидания всего доброго